С вторым кластером оказалось все тоже просто, поскольку везде округляется в ноль по всем переменным кластеризующим значениям, поэтому везде двойки я заменил на нули. С третьим кластером интереснее. По большинству переменных мы должны заменить на единицу, и только по последний бойкот мы должны округлить в ноль. Это я делаю следующим образом. По всем переменам 6, которые вместе идут, я ставлю нули. 2, 3, 4, 5, 6. Точнее, наоборот, единицы я ставлю. Пошу прощения. А здесь ставлю ноль. Смотрим на четвертый кластер и так далее. В четвертом все снова округляются в ноль. В пятом первое. И пятые переменные округляются в единицу, остальные в ноль. В шестом кластере в ноль округляются шестая и седьмая переменные. И, наконец, в седьмом кластере контакты с политиками, демонстрации, бойкот, округляются в единицу, и все остальное ровно ноль. Получается следующая картина. Слева эмпирические, справа предсказанные значения. Дальше мы должны по каждому столбцу, прежде всего, посчитать сырые остатки. То есть вычитаем из эмпирических предсказанные, растягиваем на все семь ячейк, растягиваем вниз. Раз, два, все семь. Верно. И мы должны от этой величины, от суммы, от всех этих величин, взять выборочную дисперсию. Это выборочная дисперсия. Дальше мы должны возвести остатки в квадрат.